Глава Минобразования сегодня прокомментировал расследование в отношении лиц, которые публиковали в социальных сетях фейковые фотографии учебников, выдавая их за казахстанские. Напомню, родители пожаловались в социальных сетях на ошибки в школьных книгах. При этом некоторые из них прикладывали к своим постам фотографии чужих пособий. Так или иначе, отказаться от книг с обновленным содержанием родители не смогут. Вместо этого представители Республиканского научно-практического центра учебник объездят регион. Они встретятся с недовольными, соберут замечания и в дальнейшем обсудят их в парламенте. Мы заявили в Министерство внутренних дел. Они начали свою работу. Насколько я понимаю, возбудили уголовное дело. Нам они информацию не предоставляли еще. То есть мы не знаем, на каком этапе у них работа проходит. Я думаю, у них имеет смысл спросить. Если по мере того, как информация будет поступать, они обязаны делать свои объявления. Информацию полностью предоставим. Если происходит целенаправленный обман населения, этим должно заниматься Министерство внутренних дел. Если люди не виноваты, они не задействованы, то надо к ним обратиться. На заседании правительство министр доложило о цифровизации в системе школьного образования. По его словам, в школах, внедривших электронные журналы, запретят использовать бумажные аналоги. Глава ведомства отметил, что это существенно сократит отчетность и поможет избежать дублирования. Пока речь идет о четырех тысячах школ. Со временем к ним присоединятся и остальные. Ирланд Сагадиев также рассказал о цифровых ресурсах, которые помогают учителю ввести урок на более высоком уровне. Такую же работу министерство планирует провести и в высших учебных заведениях. Это более важный исключительный период. Спасибо за внимание.